С вами ежедневная рубрика Тафель. Ой, нет, нет, я ошиблись. Поездка. Сегодня у нас школа, на место школы у нас сегодня джоб-центр похождения. Наверное, будет работу предлагать. Поэтому не могу пропустить такой манер. Нет, ну серьезно, сказали, что по работе, может быть, брать интервью, где работал, чем занимался. Подтверждение дипломов. Ну, можно ли их тут подтвердить или нет. Потому что наше учительское, они в каждый диплом подтвердятся. Ну, мы сейчас расскажем. Потом в русский магазин зайдем. Я хочу палочки, вот эти икра, и икру смойвать. Посмотреть, что там. Кофточку одела. Кофточку одела, простила. Брючки. Все как-то понравится. Ботиночки не черевички. Нет. Одна мама так хорошо сидит, а другая, что там. Вот эта, которая у меня в аварии пострадавшая. Плохо. Мне кажется, просто она деформирована, уже стопачка. В общем, все расскажем. Даже ничего. Почу себе, да, корочку взять и запечь. Угу. Но у нас еще на салат оливье все сварено. Угу. Яйка, картошечка. Огурцы вчера купила. Такие прям в банке, кислые. Ну, неизвестно. Какие. Ну, не будет. И что, горошек у нас есть. Какие такие? Колбаса у нас есть. В русском магазине ничего не будем брать. Только рыбу, такой рыбный продукт. Угу. Пермини можно было взять, но мы их не довезем, потому что нам надо еще. Там я вот смотрела рекламу в ТикТоке. Показывали сгущенное молоко в Кауфландии. Не очень дорогое. А что? 89 центов, что ли. И что? И сказали, лучше, чем в русских магазинах. Это, говорит, оно еще не распробовано. Такое вкусно. А сейчас оно подальпался? Нет. Ну, не знаю, есть в нашем Кауфландии или нет. Потом показывал еще сухое молоко. Так, посмотри. Угу. Так. О чем стоит? А, наверное, ждем, как остановка. А может, специально остановились, чтобы не грохотало, говорят. Юля это интервью дает на видео. Заканчивай свою вот этот раз съемку. А, автобусы я ехала нам на крыльчика. Конечно, водитель, я считаю, очень хорошие. Такие маленькие улочки, это не то, что у нас проспект. Едет, что трамваешь, троллейбус, что автобусы. А тут вот такие улочки. Вот это вот так вот. Ну да, автобусы огромные. И много работает русских. Все, пока мы прерываем. С крастью улица, говорю. Угу. Улица такая. Угу. Но нам она неизвестная. Понемножку учу язык. Теперь сделаю себе тоже. Так вот. Лариса мне уже давно говорила, и вы мне говорили. На каждую, на дверь, на ванну, везде прикреплю немецкие слова. Иди учить. Правильно повторять. Да. Налеплю я скотч. А у нас есть клейки такие. Я тогда купила клеющие такие. Ну вот надо сделать и прерубить. У меня код наклеен с вай-фая. Прерубить. Смотрите, пожалуйста. Смотрите. Смотрите. Идет и матом кроет. Смотрите. Смотрите. На эту дурочку. Смотрите на дурочку с переулочка. Я уже говорила, что ты пришибленная. Так ты действительно уже соглашаешься, что пришибленная. Представляете? И все. Рассказывать о джоб-центре. И не иби мне мозг. Поняла? Разве можно такое говорить? Джоб-центр она. Никакой дробой работы. Стоят там пять столиков. Я себе хоть две ручки взяла. А я не одной. А не одной. Вот. И что еще? Ничего. Предлагают работу. Я даже не знаю, где. Встретили мы там нашу учительницу. В общем, ничего такого. Потому что как я могу идти работать, если я сейчас занимаюсь языком? А никто тебе работу не предлагал? Мне никто не предлагал, да. И все закрыто сегодня в сей джоб-центре. Вот эта вот ярмарка. На улице тоже ярмарка. Стоят картошку травуруют. Два пятьдесят килограмм картошки. И бабки берут. Не два пятьдесят, а три пятьдесят. А, три пятьдесят? И два пятьдесят было, по-моему. Нет, я не видела. Ну, я не знаю. Может, и была? Нет, была и два пятьдесят. Я еще такая думала. Это молодая была. Как такая. Там было два девяносто девять и три пятьдесят. И два пятьдесят. Знаете, она... Ну да, ты же на картошку лучше цены знаешь, чем на работу. Конечно. Знаете? А что на работу мне цены знать? На работу я должна знать только зарплату. Сколько мне надо платить. Все остальное мне... До лапочки. В общем, ничего, вот это вот, ничего путного даже не отчего рассказать. Все, стоят столики. Я вам сейчас расскажу путное. Идешь на один столик, там конфетки. С ручками, салфетками. На другом столике какие-то там забавки. Чупа-чупцы. Я взяла одну забавку. Она, как у меня в руках, так раскрылась. Юля, мне говорят, положу ее на стол. Как веер, наверное. Ой, это, наверное, веер был. А может? Ой, тупая. Надо было мне его взять. Я вот взяла себе ручки. Я так понимаю, что это ручка. Тут кто-то писал. В общем, такая ручка какая-то. Никто ничего ничего не предлагает. На выходе стоят. Директор джоб-центра улыбается. Мы ему тут поулыбались. Мы тоже. Я потом ему говорю, ауфидерзейн, ждите меня в скором будущем. Но мне все равно в джоб-центре еще надо. Ученица говорит, они вас запомнят, что вы пришли. А мы уже самые яркие. Бориса в красных штанях, в черной рубашке. Я в рубашке такая вся цветная. Смотрите, какой у меня красивый лук сегодня. Ты не лук, а цебуля. Ты не лук, а цебуля. Одни мои ботинки что стоят. И я такая с палочкой. Они говорят, вы что пришли? Я говорю, заработай. Но я говорю, инвалид. Они посмотрели, говорят, что тебе язык. Говорю, я так поняла. В общем, все. Вот это ничего. Ярмарка вам, говорю, картошка по 2,50, по 3,50. Потом цветы какие-то. Какие-то колбасы. Спаржа. Спаржа. Уже я спаржа не помню. По чем. В общем, все дорого. Самая дорогая спаржа была 9 евро. Все дорогое. Теперь мы идем в Кауфланд. Мы зашли в русский магазин. Набрали, покажем уже дома. Вот. А сейчас мы идем в Кауфланд набирать продукты. Я хочу картошки, пюре и хочу запеченный окорочок. А я хочу мороженое. И там есть мороженое. Мы сейчас возьмем. Пошли. Скупились на сколько? На 65 евро скупились в русском магазине? Ну, и плюс 5. И плюс 5. Вот. На 70 евро мы скупились в русском магазине. Ну, покажем, что. Пошли уже, Лариса. Вот мы в Кауфланде. Смотрите. Такой виноград по одному евро. Пол килограмма. А вот такой микс тоже кауфландовский, белый и красный. 2,79. Это 2,49, да? Да. Абрикоска. Давай возьмем. Ты же любишь абрикосы. Вот это нет? Ну, какая симпатичная. Это тоже? Ну, по-моему, я плохую куфландову берем. Или мне показалось? Ну, какая симпатичная. Берем. Видно? Ага. 2,50. Ну, амалек. Мы взяли 4 винограда. Как я очень люблю виноград. Еще мы взяли такие. Вкусный виноград, кстати. Мы взяли еще киви. Это такое же или нет? Да, такое. Евро 49. Ой, киви. Авокадо. 3 штучки. Ну, полкилова. Они, конечно, чуть твердоватые. Но можно выбрать. Да? Ну, туда, наверное. Те два или вот это тоже симпатичное? Не знаю, какой хочешь. Зачем нам столько набирать? Да. Так, подсолнечное масло. Пожалуйста. Евро 99. Здесь масло. Евро 89. 3,39. Подсолнечное. Евро 9,39. Это тоже не знаю? Не знаю. И вот тут может посмотреть. Может быть. Может быть. Или, говорит, тут тоже масло. Не, Стра, давай не будем набирать. Держивоваться. У нас тачки нет? Нет. Мы еще картошку хотим купить. Да. Пойдем, будем. Пойдем, будем. А картошку? А вот симпатичная картошечка. А картошечка разлом? Сейчас мы выберем, потом дальше продолжим. Вот такую 2,5 килограмма 4 евро. Так, картошечки взяли, чтобы не набирать, не тащи. А может такую, а, это синенькая маленькая она. Так, пойдем туда. Так, пищевым лук у нас есть. Я иду за Юлей. Штука или килограмм? Штука. Корень. Сельдерея. Так. Огурчики у нас есть. Ты хочешь пакинку? А? Пакинку хочешь? А ты. А какая? Так, мы с пакинкой сделаем, хорошо? Не знаю. Что-то ты стала плохо выглядеть. Как устала. Нет, я не устала. Вон твои любимые оливки. Нет, у меня есть оливки. Их все даже не пробую. Одну пакинку? Так, это что, штука? Килограмм. Давай выберем. Ну, на грамм 800 будет. Самую большую, красивую. Взяла вот такую пакинку. Морковка. 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 Морковка нам надо. Морковочка. Что, два килограмма? Если сочная, да. А если нет, давай килограмм возьмем. Ну как? А это почем? Рубль 99. И 2,79, да? Да. Давай эту выберем. Сейчас. Покрутнее выбирай, чтобы меньше тереть ее. Давай. Да? Угу. Тут же симпатичнее. Вот, Юля, расскажи, какой на спор зашел. Вот, Лариса, я бы сделала вот такую взять. Там, для супик разогревать побольше. А я взяла такие побольше. Это 18, это 17 сантиметров, а это 20. Я бы взяла вот ту поменьше. Рисат, а я эти возьму. Так. Пусть будет. У нас такие есть салатницы. Вот. А таких вот еще нет. Побольше 20 сантиметров. Ну, берем. Пусть будет такие. А потом еще попозже такие. Я такие куплю. Ну, дороговато, конечно, по 5 евро. Вот такие дорогие. Ну, ничего, пусть будет. Так, ладно, все, идем. О, кружка почем большая? Сколько она миллилитров? Ну, подними ценник. Я посмотрю миллилитру. 4,99. 500 миллионов. 4,99. Нет. 4,99 мне не надо. За 2 евро мы взяли. Ага. Так, с утра пошли. Пошли. О, мы хлеб надыбали. Видите? Минус 74 цента, да? Ага. Минус 50 процентов. Мы сейчас ничего заберем. Не, не весь, бери. Вот этот не будем брать. Вот этот не будем или будем? Нарежем ее, да? Кусочком сейчас. Ай, моментом. Вот мы пришли на сгущенное молоко. А его здесь нет, этого сгущенного. Вот такое молоко есть. Паук-ландоцкое. Угу. Сказали, очень хорошее, цена хорошая. Евро 49. А такого молока нема. Ну, ничего, да? Да. Будем без молока. Пошли. Не надо мне молоко. Не надо заставлять меня пить то, что я не люблю. Пожали две сметаны. Вот такая, сказали, что вкусная. Ну, потом покажем. Так, пришли. Так, авокадо мы будем брать? Вот сладости мы будем брать? Да. Надо подумать. Пошли. Завтра, наверное, будет по акции кефир. Сто процентов. Да, это тоже будет кефир по акции. Угу. Надо будет. Ну, если мы пойдем завтра по делам. Можно зайки посмотреть. Так, сыры. Нам это не надо. Окорочок, как хотела Юля. О, по-моему, тут много окорочков. О, даже куры есть. А ну-ка, сейчас посмотрим. Окорочка. Отличная цена. 3,63 килограмм. Ну, куру в два раза дороже. Нет смысла же брать. Печеночка 2 евро. Хорошие сегодня цены. Мясо большой, выбор свеженького. Части курицы 4,49 килограмм. Замаринованные части. Индюшечка. Хороший, да, сегодня выбор? Большой. Они, кстати, заметили, когда такое время. Всегда, да. Перечипверхов, да. Замариновые акции. Фарша. Много. Фрикадельки должны быть по акции, но я не знаю, тут или нет. Замариновые акции. Тогда было. Ой, я не помню. Пожалуйста, свининка. Отлично. И задняя часть, и шея, и антрикотик. даже ешь это в уцененном бери не хочу вот это на мой размер 2599 уже сел не заглядываешь никому в рот ешь не хочу акции есть какие-то бывают вкусные попадешь купишь такие прям очень вкусные сосиски банки облывает домой хочется идти срочным образом куда юля уже там нашла уже что-то уже что-то ложь . что ты кладешь а она хорошая ну да колбаски нам как раз и не хватает поджарить яичком пойдем на все пойдем они не очень кстати вкусная помешина мы брали она горчила что-то по акции должны были быть креветки что-то дороговато не придавила руку дети а что но тоже есть хочу эту кашу где-то сало бродничал я тебя стояла ждала пожалуйста пицца пришел разогрелось мороженое есть где мороженое как нету он может там урау ура ура ур нет тут только торты а мой ступок в этом ой а чё это дорогой а это торт мороженое вот мороженое как это торт мороженый торт мороженое вот это чё русская на кассе а что на кассе работает так ладно маленькая-маленькая . идет маленькая маленькая . приближается халё халё юлия анатольевна халё юлька всякие вкусняшки несу которые очень вкусненькие дома вам покажу что я прикупила что ты можешь прикупить спиртные напитки не только не только не только не только но к сожалению сейчас нет теперь ты больше по идее да купила сегодня и фрукты и овощи все купила хочу домой так вот не могу прям мне так хочется картошки пюре но не жирной и запеченный окорочок вот не могу прям хочу а масло мы не посмотрели у нас масло сливочного нет без масла на молоке да картошку на молоке можно так не потолочь а там же будет подливка потом не с молочком надо она будто да эластичная ну все равно да а я еще знаете смотрела что картошку берут когда сварят и на терке труд на мелкой терке а потом сбивают это я вообще прочитала что картошку говорят картошка картошка все это то ты потолстеешь все это крахмал что надо делать если ты любишь картошку сварил картошку мундирах и в холодильник на сутки она остыла и в холодильник сутки прошли потом достаешь эту картошку делаешь пюре разогреваешь все такое и все и не толстеешь вот брехня сайт какой вкус у этой картошки но когда ты лежит картошка ты например осталось то картошка она уже вкус даже не вкусно прям сразу все крахмалы убежали сахара все убежал вот это брюки нет а что-то как по бить и я как чуть-чуть похудела это у меня брюки эти коричневенькие такие что мне подарили и красненькие из меня прям стол сползают прям сползают но видно знаешь уже прям фигура вырисовываются все это было так еще тачони и тачони становится а так тачони и тачони становится что-то только фейс тачони надо тоже делать такие упражнения так тянуть уже хоть тяни хоть не тяни никуда не денется у тебя так а у меня нет у меня нет вообще фейса такого большого у меня миниатюрное маленькое лицо как у мышки конечно и у тебя мелкие расскажи как ты поешь как ты поешь как кто как слави кое кое коеcope мед 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 Продолжение следует...